Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Шалаева. В Кирове состоялось вручение первой муниципальной литературной премии имени Бориса Порфирьева. Она учреждена в поддержку литераторов, развивающих и пропагандирующих в своем творчестве тему спорта и здорового образа жизни. По словам организаторов премии, руководства Управления культуры города Кирова и областной организации Союза писателей России, учредить такой знак отличия их побудили два больших события. Во-первых, в России продолжается год культуры. Во-вторых, его события оказались тесно переплетены зимней Олимпиадой в Сочи и эстафетой Олимпийского огня. Участником последней стал и наш город, причем по праву. И Борис Порфирьев, если был бы жив, высоко ценил все увиденное и прожитое кировчанами в 2014 году. Я думаю, что Борис Александрович обязательно это видит. И он радуется, что в нашем городе за последние годы построены дворцы спорта, богатыри, быстрица, дымка. Что заниматься спортом сейчас престижно, что это модно. Что модно не курить, не пить, а заниматься спортом. Понимаете? Я думаю, что это настолько знаково. Я думаю, что это первая муниципальная премия, но не последняя. На звании первого лауреата муниципальной премии рассматривалось несколько претендентов, но конкурсное жюри остановило выбор на хорошо известном кировчанам авторе. Диплом лауреата муниципальной литературной премии имени Бориса Александровича Порфирьева в 2014 году в номинации творчества присуждается Пономареву Валерию Федоровичу за создание литературных произведений о спорте и здоровом образе жизни. По словам первого лауреата премии, спорт присутствовал в его жизни и творчестве на протяжении всего пути. Хотя он много занимался изучением истории вятки и России. Тема здорового образа жизни одна из ведущих, что делает созвучными книги Валерия Пономарева с творчеством Порфирьева. Один из моих исторических сказок в 15 веке, он называется «Первое арестание». То есть там я придумал так, чтобы попасть в дружину, не просто всех набрали и с топорами слил и побежали на врага. Нет, нужно провести такие отборочные арестания, такое многоборье, что ли, там нужно пробежать, нужно проплыть и метко метнуть топорок в цель. То есть вот в 15 веке, так вот я считал, что что-то такое было. Добавим, что новая муниципальная премия призвана открыть для кировских читателей много новых и интересных авторов. А к 95-летию Бориса Порфирьева в Кирове открылась выставка, посвященная его творчеству. Новую экспозицию изучил Андрей Дозорцев. Здесь собраны уникальные экспонаты, рукописи, личные вещи писателя, фотографии, книги. На отдельном стенде боевые награды. Борис Порфирьев в 1942 году воевал на Ленинградском фронте, был дважды ранен. Именно годы Великой Отечественной войны в его жизни сыграли важную роль. Писать Борис Александрович начал на фронте. Его стихи, очерки, небольшие рассказы печатались в различных газетах. Очень много впечатлений, конечно, на него наложила война. Я хотел вам сказать, но вот такой термин у критиков появился, окопная правда. Вот я считаю, что мои товарищи, вот это первый сборник фронтовых рассказов, он стоит в одном ряду с Виктором Некрасовым в окопах Сталинграда, с Александром Великой Волоколамское шоссе, когда вот сразу после войны вышли эти книги, и война показана без прикрас. Вот это жестокая сторона, жесткая сторона войны. В послевоенные годы главными в творчестве Бориса Порфирьева стали две темы. Он писал о людях труда и выдающихся спортсменах. На выставке можно увидеть его книги «Борцы, чемпионы». Борис Порфирьев много и плодотворно работал. Его перо принадлежат около 40 книг, изданных в Москве, Ленинграде, Петрозаводске, Кирове. Часть книг переведена на иностранные языки. На его произведениях воспитывалось не одно молодое поколение страны. Его книги до сих пор помнят и любят. Малмыжи состоялся региональный праздник «Ярмарка Казанская». Новым штрихом для ярмарки народных мастеров в этом году стал необыкновенный этногород с его национальным подворьем. На ярмарку Казанскую еще несколько веков назад съезжался мастеровой люд со всей округи. Нынче, в год 430-летия Малмыжи, о себе заявили 42 народных умельца из 25 регионов России. Город мастеров развернулся в городском парке. Впервые по соседству с ним появился чудо-этногород. Ждали, можно сказать, этот праздник, что вот такое объединение будет все-таки здесь собрались. Сами видите, столько наций, и это объединяет, это как бы нас получает. На национальном подворье собрались творческие коллективы из разных поселений Малмыжского района. Они представили во всем многообразии красок культуру морейского, удмуртского, татарского и русского народов. Без устали угощали, удивляли и развлекали гостей праздником. Визитной карточкой ярмарки Казанской является карнавальное шествие. Нынче в нем принимала участие 41 делегация из учреждений предприятий Многонационального Малмышского района. В составе каждой не менее 30 человек. В прошлом году в Суздале на Всероссийском форуме местный туризм малмышане получили диплом второй степени благодаря уникальному и единственному в России празднику карнавалу. С каждым годом в Малмыже отмечают большой приток гостей, желающих не просто увидеть необыкновенный праздник своими глазами, но и набраться опыта в организации подобных культурных шоу. На ярмарку Казанскую 2014 прибыли туристы из Казахстана, Перми, Кирова и Республики Крым. С утра и до позднего вечера на разных концертных площадках Малмыша продолжался удивительный праздник ярмарка Казанская, по праву вошедший в копилку культурных достояний Вятского края. Сегодняшний праздник является еще раз показателем того, насколько мы добры, насколько мы любим праздники и насколько мы замечательно трудимся. Мы еще раз сегодня присутствуем на празднике единения всех людей, проживающих на нашей территории. Фестиваль авторской песни «Гренландия-2014» вновь собрал лучших музыкантов и поэтов со всей страны из-за ее пределов. В этом году почетным гостем Гренландии стал известный композитор Григорий Гладков. Григорий Гладков попал в Книгу рекордов Гиннесса России как человек, выпустивший наибольшее количество альбомов с песнями до детей, целых 25 компакт-дисков. Наиболее известны его композиции и музыка к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Проверу» и «Анфису», а также «Падал прошлогодний снег». Поэт и композитор в течение пяти лет был одним из ведущих телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и к каждому эфиру писал новую песню, которую исполнял под гитару для Хрюша, Степашки и миллионов юных зрителей. Как и можно было предположить, выступление Гладкова на главной сцене вызвало массу положительных эмоций. Дети – это не просто наша радость, а будущее страны. Они растут очень быстро, и скоро они будут управлять государством, скоро все и вооружение, и ядерная кнопка будет в их руках. И я много раз говорил в интервью, что если сделать отношение к детям национальной идеей, если сделать телевидение другим, образовательным, добрым, если взрослые подожмут пояса и все отдадут детям, то через 11 лет другое поколение придет. В этом году около 140 тысяч кировчан и гостей нашей области прошли через фестивальную поляну. На мастерской военно-патриотической песни Александр Шамов, преподаватель одного из московских военных вузов, родом из поселка Медведок Налинского района Кировской области, исполнил свою песню о Славянске. Я завтра с рассветом уйду на войну, Я малой России солдат, Уйду защищать от фашистов страну, Это наш Сталинград, Славянск, это наш Сталинград. Александр Шамов признался нам, что эта песня появилась после одного телефонного звонка, и в ее основе лежат реальные события гражданской войны в Украине. Отец ушел в ополчение, афганец, 67-го года рождения. И с 30-го мая в Славянске был последний звонок. Сын наглаженный идет, спускается вниз к подъезду, идти на последний звонок, и отца привезли. И я вот это вечером, где-то с полдвенадцатого ночи мы разговаривали, и через четыре часа у меня уже песня была. На фестиваль приехали и старые, добрые друзья Гренландии, такие, как Валерий Дудин и Андрей Козловский, которые с года в год радуют поклонников новыми интересными песнями. Нет холода в доме, пока есть вода и заварка. Пока для гостей ни того, ни другого не жалко. Копи, ни копи, все равно не успеешь потратить. Нам хватит. На этом у меня все. Напомню, что наша программа выходит при поддержке правительства Кировской области и Управления культуры администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова